Уважаемый Андрей Андреевич, можно разбудить совесть человека или это качество зависит от эволюции души? Для того, чтобы маг мог разбудить совесть другого человека, нужно знать, что да, в действительности наше сердце, оно состоит из некого куба. Когда у человека слабый характер или слабая душа, что значит слабая душа? Недобрый, злобный, матерится, не понимает, не может себя найти, не может себя почувствовать, ни телесно, ни физически, нет чувств к близким, не понимает, что такое красота. Это все приводит к тому, что душа становится маленькая и рядом с этой душой начинается подселение. Подселение зла с правой стороны входит, подселение добра с левой. Те, которые с левой, они должны кормить и помогать, а те, которые с правой, они должны наказывать и направлять. Ну и, как правило, у людей вот такие вот моменты происходят. То есть, чем добрее человек, тем больше тех сил, которые направляют и помогают. Чем больше зла в человеке, тем больше тех сил, которые разрушают и ломают. Ну и совесть в этом случае, она исключительно зависит от силы души этого человека. И что может возникнуть в случае, если совести нет? Как можно помочь? Поможет черная бусина? Найдите бусину из абсодианта или из гематита. Представляете, каждый день будто человек сидит в этой бусине. И вы ему произносите, сиди в этой бусине, пока совесть не появится. А там, где находится его грудь, внутри груди, представляете, букву Ха. Буква Ха на самом деле является буквой, которая называется Алиф и обозначает Бог. А также это Петровский крест, если вы не знали. Именно Петра, его в свое время распяли на таком кресте вниз головой. Когда вы приедете в Италию и будете где-нибудь рядом с католической Петровской церковью, то вы можете очень часто увидеть там вверх тормашками перевернутые кресты. И говорить, ого, это что, сатанизм? Нет, это не сатанизм. Дело в том, что итальянцы, они знают, в отличие от всех остальных, историю католической церкви. И знают, каким образом был распят в свое время Петр. Помните эту историю про Иисуса Христа и Петра? Когда Петр подошел и сказал, не мы тебя не предадим, учитель, на что им сказал, вы, ты первый, до момента, пока прокричат петухи, меня предашь. И сказал после этого Петр, ну в тот момент, когда это произойдет, то ты вознесешься, а мы-то что будем делать? И он сказал, воистину, я тебе хочу сказать, что после того, когда я буду со своим отцом вместе, в этот момент каждое слово, услышанное мной от тебя, будет услышано напрямую Богом. Таким образом, было и построено в дальнейшем Петровская церковь или Католическая церковь, где вот такая прямая передача преемственности, как бы телефон прямой между Петром и Иисусом Христом является важной частью коммуникации между человеком и Богом. Все остальные ставленники, которыми являются там Папы Римские и так далее, являются всего лишь прямой вот такой вот компонентом передачи. И фактически каждый Папа, становясь Папой, является Петром, как бы духовно остается тем существом, который может напрямую попросить у самого Иисуса Христа, да так, чтобы Иисус Христос на 100% услышал. Не знаю, нужно вам было это или нет.